В сети появилось видео уничтоженной колонны понтонов РФ, которые двигались к реке Семь Курской области для наведения понтонной переправы, так как ВС разрушила все мосты. Все понтоны на КРАЗах второй половины прошлого века. Полноприводные грузовики КРАЗ-255, одни из крупнейших тяжеловозов в армии СССР, продолжают служить и по сей день. За более чем 60 лет своего выпуска, кременчугские грузовики приобрели множество применений, но об их участии в понтонно-мостовых парках широкая публика узнала сравнительно недавно. Понтонно-мостовой парк образца 1962 года стал легендой, благодаря своей простоте и эффективности. Этот комплект оборудования предназначен для быстрого создания переправ через водные преграды, что особенно важно во время боевых действий. В условиях, когда требуется переправа на другой берег, армия сталкивается с рядом противоречивых задач. Мост должен быть непотопляемым, его строительство должно быть максимально быстрым, и при этом необходимо противостоять огню врага. Советский понтонно-мостовой парк послевоенного образца удачно сочетал все эти требования, при этом он оставался простым в эксплуатации, без сложной электроники и механических приводов, что было жизненно важно для работы под обстрелом. Понтонно-мостовой парк включает в себя речные звенья, основные понтоны для моста, перевозимые на Кразах 255 или 260, береговые звенья для соединения моста с берегом, пандусы для выхода техники на мост и буксирные катера, удерживающие мост от сноса течением. Каждый понтон на платформе Краза складывается в четверо, и для его развертывания требуется слаженная работа водителя и второго члена экипажа. Машина сдает задним ходом в воду, понтон спускается, и благодаря инерции и упругим шарнирам автоматически разворачивается до полного размера. Успешное развертывание секций во многом зависит от проходимости Краз 255, поскольку машина должна уверенно передвигаться по прибрежной зоне и дну водоема. Развернутые звенья соединяются солдатами при помощи багров и замков, а буксирные катера разворачивают мост поперек реки, удерживая его против течения. Переправа длиной 227 метров и грузоподъемностью до 60 тонн может быть построена всего за 14-30 минут, в зависимости от условий. Мост шириной 6,5 метра позволяет танкам двигаться колонной со скоростью 30 км в час, а другая техника может перемещаться по нему в два ряда без ограничения скорости. Кразы доказали свою незаменимость и универсальность, позволяя создавать мосты до 382 метров, поддерживающие нагрузку до 20 тонн, а также преодолевать водные преграды на отдельных понтонах, которые буксируют те же катера АБМК. Не забудьте поставить лайк, а в случае, если еще не подписаны, обязательно подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Напишите в комментариях, видео на какую тему вы хотели бы увидеть. Субтитры сделал DimaTorzok